Здравствуйте. Я хочу начать с вопроса. Вы все студенты какого-то определенного курса, и здесь больная сорянка. Первый, последний, я школьный. Я вообще не знаю, что это значит. То есть теперь у нас раз. Как сказала Павелита, я сегодня буду рассказывать про процесс создания и профессирования бразумов в игре. Про профессирование я буду рассказывать не в общих чертах, а как это происходит в данной базе. Изначально, по непонятным причинам, моя тема фигурировала социальный и психологический период в игровой механики, и именно поэтому я про это тоже расскажу, но в самом конце. Мы разберем 15, если популярен. Я немножко расскажу о себе. Значит, я закончил в Ариште технический университет, у меня на лестнице постели компьютерных наук и информационных технологий и незаконченная докторатура. Компьютерные игры я играю уже 23 года. Начинал с 1992 года с приставки Denny, потом у нас в шестом окне появился с Эго, в суде по извлечению своего не было, но я тратил большое количество денег играя в новых клубах. В 1999 году у меня появился свой собственный персональный компьютер. Тогда я начал играть в разные игры, преимущественно с родеей. Так я пришел в индустрию. Как и многие люди, вначале я играл, то есть потреблял картон, а потом решил, что пора попробовать, делать что-то по самому. Вначале, естественно, в будущем маленьком я не знал ни языку, ни программирование, ни умел рисовать на компьютере, ничего, поэтому я использовал те инструменты, которые предоставляют мне их приятно. То есть все началось со Старкрафта. В 2000 году я начал делать карты. Вначале простые, потом играл в мониционарии. В 2001 году я начал рисовать стены для симса, а в 2002 начал играть в разные стратегии RPG того времени. Рокотлайнер была Меллиндер Найтс. Эта игра имела в себе 2СФ, который позволял создавать свои собственные миры, и не было ни одного официального рилла, как вот, допустим, в Орландо Баркрафте. В итоге были миллионы разных серверов. Я играл в бюнете, играл практически на всех серверах. В 2004 году я подумал, что надо бы и сразу что-то сделать. И я создал свой собственный шарф. Он вышел в январе 2005 года. Шарф – это бесплатный сервер для игр и вещества, кто-то не знает. И в 6 лет я им занимался. Вот за этот период в 6 лет я получил основной набор знаний, касающихся ДНД, в речном разном статье, общался с некоторыми людьми, с другими командами, которые разрабатывали свои собственные шарфы. И базы знаний оказалось достаточно, чтобы в 2011 году, когда я уже получил магистратуру, пойти работать в геймдейк посерьезно. Я пошел в самую крупную лутинскую компанию на тот момент, и устроился туда геймдизайнер. Работали мы с крупными ММО-проектами со стратегиями, где одновременно играли сотни тысяч человек. Ну, в общем, там я 2 года был геймдизайнером, потом стал геймдизайнером, и вот в 2014 году я пришел работать в однокласснике продюсером. То есть все, что у меня было до того, как я пришел работать в однокласснике, это знания о геймдей со стороны разработчиков. То есть я не видел статистических систем крупных проектов, где разные игры хостятся. Я не понимал полную значимость специфики создания игр под определенную платформу. Сейчас как бы это все есть, и этим я с вами поделюсь. Давайте поговорим об индустрии в целом. Первый вопрос будет. У вас кто-нибудь вообще играет в компьютерные игры постоянно? Да. Один человек, хорошо. Два человека. Играет ли кто-нибудь, скажем, в мобильные, компьютерные игры? Так, купить время. Два человека. У вас хотел работать в игровой индустрии. Отлично. И как вы представляете себе этот процесс? То есть вы, будучи специалистом в игровой индустрии, это, с вашей точки зрения, трудная офисная работа, такая как уротивная, похожая на стандартную, или это некий такой больше романтический процесс, где вы сами на работе играете в игры, вдохновляетесь, общаетесь с коллегами, работаете только когда у вас как-то настроение есть и создаете что-то классное. Скорее первое. Скорее первое. Все склонны к этому не верят? Проект «Ковезет». 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 Ну, на самом деле ваш коллега прав, поскольку это очень крупная индустрия, то есть в 2014 году она суммарно по всему миру заработала 81,4 миллиарда долларов, а длинная индустрия по миру заработала 90,9 миллиарда. Как вы понимаете, это очень крупный бизнес, соответственно, там работают серьезно. И разработчики, которые делают игры, они делят основное множество разных типов. О них мы сейчас как раз поговорим. Важно отметить то, что, согласно Ньюзу и Агентского статиста, доля мобильного рынка в целом индустрии каждый год растет. Растет примерно на 3%. Так что где-то 2020-го это, возможно, порядка 40%, что очень-очень крупно. Значит, прогнозируемый средний процентный рост годовой, средний процентный рост доходов в индустрии, в индустрии – это 4,2%, а в индустрии компьютерных индустрии – 8%. То есть каждый год догоняет то, что зарабатывает в индустрии. И в этом году она уже собрала 20% заходов в индустрии. То есть это очень-очень солидная сумма денег. Давайте на примере рассмотрим. Про компанию «Суперцел» кто-нибудь в курсе? Неприк человек. Хорошо. Это финская компания с рабочим мобилем-кабидером игр. В 2012 году она выпустила свою хитру в игру. Вот левая игла наверху, с усами желтыми волосами. Она называется «Flash of Clans». Она буквально за несколько месяцев стала фитом, и по продажам долгое время держалась вообще на первом месте. В итоге за этот год, чисто за этих трех игр, это «Flash of Clans», «Hayday» и «Pum Beach», компания заработала практически 1,7 миллиарда долларов. Это просто баснословные деньги, они зарабатывают в районе 4 миллионов и 600 тысяч долларов в день. То есть то же самое, что делать «Pumadurant», «Bombardmini» это тот самый трудный на данный момент. Идти работать в этом, то есть переслутся в месяц. То есть если вы любили человек, достаетесь и хотите создавать, то деньги в целом на себе отрабатывают хорошие, и вам тоже может быть перепадут. Теперь разберем тип разработчиков. Здесь я их разделил по бюджету, в котором работает каждый стиль. Их есть три. Первый – это инди-разработчики. Второй – это разработчики, имеющие издатели или издающие сами себя, но изначально у них нет больших бюджетов, чтобы распоряжаться. И третий тип в этой стадии игровой индустрии они упускают в основном андрайд. Это расскажу чуть позже. Начнем с инди-разработчиков. Инди-разработчики – это обычно или индивидуалы, или команды людей, небольшие, которые решают создать какой-то классный проект. Их основным преимуществом является то, что у них нет издателей, и им никто не говорит, что, ребята, это на рынке не выстрелит, это дело не нужно, давайте как-нибудь что-то популярное делать. Поэтому они делают то, что им нравится, то, что они считают перспективным. Зачастую инди-разработчики приносят некоторые инновационные механики или вообще инновавшие замы. Но как бы редко, когда инди-разработчики зарабатывают в реальных денег. В основном это проекты молодых ребят, которые или учатся в университете, или в школе, заканчивают университет, или просто любят делать свободное время. Еще одна проблема инди-разработчиков в том, что, несмотря на то, что они каждый год выбрасывают огромное количество игр на рынок, большая часть этих игр очень не складывается. Есть специальные издатели, которые сейчас ориентируются на то, чтобы изучать разные инди-проекты и привить какие-нибудь интересные механики или вообще видеть потенциал в каком-то проекте и когда его професировать. Но просто так, на постоянной основе, инди-разработчикам тяжело отрели. Как считается. Есть игры, которые действительно стали хитами. Я думаю, многие слышали про эти игры. Это «Flappy Bird» вьетнамского разработчика, который заработал примерно 50 тысяч долларов в день. Игра примитивная. У вас есть птичка. Она все равно падает. Каждый раз, когда вы нажимаете на экран, птичка взлетает. И вы должны произвести как можно больше количества препятствий. Препятствия – это труба, сдрыгая по середине. Minecraft. Я думаю, про это все слышали. Основатель компания, которая в итоге занималась Minecraft, купил Microsoft. И такие игры, как «Прит», «World of Who», «Fall» и «Fest». «Fest» вообще получился во время финансирования государства. И за счет этого стал, можно сказать, культовой личностью в мире инфт-девелопмента. Дальше – это разработчики, которые имеют издателя или издают сами себя, которые работают с средним бюджетом. Скорее всего, если вы пойдете в индустрию препятствий, вы пойдете в компанию вот такого вот типа. То есть, основной признак этих компаний – то, что они нацелены на зарабатывание денег. Им нужно содержать компанию, платить разработчикам и жить на рынке. Для этого главное дело – это не просто какие-то классные игрушки, которые приносят деньги. Соответственно, они все время делают куклы во срок и смотрят, что сейчас есть на рынке. Что зарабатывает, что не зарабатывает. Что, допустим, вышло на мобильном рынке и побахнуло в какой-нибудь основной стороне, зарабатывая деньги, но, скажем, подобная механика легко переносла на социальные сети, а в социальных сетях еще ничего подобного нет. В итоге они такие проекты замечают и стараются их планировать. В планировании проекта нет ничего плохого, потому что разработчики в итоге получают опыт, планируя проекты, они всегда произносят нечто в своем, потому что иначе это нарушение авторских прав. И в итоге рождаются разные игры на грани жанра. Зачастую очень-очень интересно. В принципе, и Clash of Clans – это как раз это тоже игра на грани жанра. Это некая такая софткорная стратегия, которой на 2012 год, в принципе, такого не было успешно. И такие разработчики, естественно, большинство. и Титана игровой индустрии – это в прошлом. Вот те самые разработчики, о которых я только что говорил, только о их эпохах. Была немножко раньше, то есть где-то конец 90-х, начало 2000-х. Они работают с громадными бюджетами, 50 миллионов долларов, и они сразу нацелены на успех и на создание тико-тико крутой игры. То есть всякие компании типа NVIDIA, которые выпускают видеокарты, они в основном живут за счет подобных разработчиков. Ну и плюс ребят, которые занимаются 3D и рисуют сцены для фильмов. Они производят очень качественные игры, обычно с очень крутой графикой. И попасть сразу в такую компанию, ну, довольно тяжело. В России таких компаний, в принципе, как бы две – это Mail.ru и Gaijin. В Беларуси есть в Акаде. По миру таких компаний, вот, к примеру, Blizzard Entertainment, Electronic Arts, Square Enix, Valve, Ubisoft или Rockstar Games. Что такое AAA-игры, если вы не знаете? Это, ну, такое самое простое определение – игра, которая зарабатывает очень-очень много. Ну, не каждая игра, которая изначально создается, планируется быть AAA-игрой. Допустим, вот тот же суперцелфинская компания, которая выпустила игру Clash of Clans, там где дядька с усами и желтыми волосами, она изначально не планировалась быть AAA-игрой, но таковой стала. И принесла своей компании миллионы. И сейчас я расскажу о том, как создаются непосредственно игры, процессы, как строятся. И как он строится не у динти-разработчиков, не у данных индустрии, а именно вот у компаний второго типа, которых большинство. Чтобы не быть, как бы, человеком, который вам дает просто теоретическую информацию, которая, в принципе, в будущем органе не пригодится, перед этой самой лекцией я пообщался с тремя разработчиками, которые выпускают свои игры на одноклассниках. И после того, как расскажу вам стандартный процесс, я поделюсь тем, как эти разработчики делают свои игры. Игры разные. Первая – это казуальная головоломка. Три в ряд, где нужно соединять три фристаллика или три фрукта одного цвета. Тебе дают конусы, ты играешь дальше. То есть у них на данный момент аудитория чуть больше двух миллионов человек. Игра для своего жанра очень красивая. Вторая игра – это мидкорная защита башен. То есть на вас идут волны монстров, вы строите башенки и башенки убивают эти монстры. Определенным отличием является то, что у них полностью трешевый сеттинг. Игра называется «Коровы против пришельцев». Вы действительно играете за коров, которые молоком убивают пришельцев. Это как бы был ключевой момент, который помог игре выстрелить. Потому что в нее интересно играть. Ее очень тяжело критиковать, потому что она странная. В хорошем смысле этого слова. И третья игра от разработчика What Games – это игра «Титана». Это хардкорная стратегия в реальном времени на социальных сетях. Социальными элементами с реальной тактикой. То есть вы не просто берете и отправляете свою армию в какую-то точку, она до туда доходит, всех убивает, а вам показывает цифры, как результат бывает. Нет, здесь как в старые добрые времена. У вас есть роботы, вы можете ими ходить. Каждый робот оснащен большим количеством разных вооружений, которые эффективны в разных ситуациях. Поэтому, поскольку игры разные, процессы у них тоже будут различаться. Давайте начнем с самого базового процесса. Процесс делится на три стадии – пре-продакшн, продакшн и пост-продакшн. На пре-продакшне обычно придумывается такой будет игра, разрабатывается ее видение, и если вы работаете с издателем, то вы идете к издателю, показываете, что вы придумали, и от того, как классно или не классно вы прошли данную стадию, зависит, получите вы деньги или нет. Значит, все начинается с формулирования желаний. То есть, допустим, вам сейчас нужно заработать деньги. Или вы хотите создать что-то эдакое, чего еще никто никогда не создавал. Это цель, которая определяет, какой будет ваша следующая игра. Если вы хотите заработать денег, то, скорее всего, у вас будет основная цель – это склонировать какой-нибудь успешный проект, который с большой степенью вероятности принесет вам ресурсы. Когда вы решили, что же вы делаете, вы анализируете рынок. Если у вас есть какая-то суперская идея, но вы никогда раньше сами не сканировали игры на рынке, не смотрели, допустим, что популярно в Азии, что в Европе, что в Штатах, что в Бразилии, то вы, скорее всего, не знаете, вообще изобрели подобное или нет. Возможно, игра уже есть. Если она есть или нет, особого значения не имеет. Вам важно получить информацию. Если она есть, вы можете оценить, насколько она успешна. Посмотреть, как вашу идею реализовал другой разработчик. Возможно, ее улучшить. Или увидеть, что идея плохая и стоит придумать нечто другое. Довольно длительный процесс, если к нему подходить серьезно. И довольно быстрый, если человек опытный и примерно в курсе о том, что происходит на рынке на каждодневной основе. То есть вы проанализировали, увидели, что, допустим, вот это вам подходит. И сейчас нужно выбрать, где вы будете делать свою игру. Опций, на самом деле, очень-очень много. И в зависимости от того, где вы хотите ее издавать, зависит не просто технология, которая будет использоваться в разработке данной игры, но зачастую и разные игровые механики. То есть, если игра создается как браузерная, но она идет как бы stand alone, то есть вы сами привлекаете пользователей, платите деньги рекламным агентствам, которые приводят пользователей в игру, то вы можете взять либеральным механикам, уделять нам много меньше внимания, потому что это не популярно в подобных играх. Если вы издаетесь на социальной сети, там Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, очень важно сделать в вашей игре большое количество возможностей приглашать других друзей в игру, как-то взаимодействовать с ними. Потому что, как бы, социальная сеть дает трафик пользователей, и в социальной сети его очень-очень много. Вот у нас 41 миллион человек. Соответственно, если вы сделаете игру классной с точки зрения виральности, что один пользователь захочет пригласить своего друга, второй своего, то вы можете на данном этапе набрать бесплатно огромное количество пользователей, которые принесут вам деньги. Если вы издаетесь, скажем, на Steam или по старому формату, где игра просто выходит на PC, на диск или скачиваете, то, соответственно, там, как бы, свои собственные проблемы появляются и специфики. Я буду больше рассказывать о социальных сетях и иногда немножко про мобильные устройства. Да, если вы издаетесь на мобильные устройства, то, ну, на рынке, на App Store, на Google Play, тут тоже, как бы, появляются свои определенные специфики. Допустим, сейчас очень тяжело продвинуть игру в топ, потому что огромное количество разработчиков выкатывают игры каждую неделю, и там больше 70% просто не получают видимости. Допустим, у вас игра вышла на каком-нибудь маленьком рынке, да, в нее поиграло определенное количество людей, но дальше она не растет. Тут нужно уже вкладывать деньги, чтобы какие-то агентства привлекали пользователей, и игра выходила на топовые позиции, где ее увидят миллионы, скачают, и, как вам, вы начнете реально зарабатывать. Это все нужно учитывать, и это все учитывается вот в этом этапе – выбор площадки и технологий. И дальше начинается, как бы, основная креативная часть – создание концепции игры. Здесь я немножко, как бы, обговорюсь, потому что многие неопытные разработчики, которые делают первый раз игру, да, но в детстве много играли, или по жизни много играют, у них обычно есть своя идея игры-мечты. То есть вот они точно уверены, что вот сейчас они сделают такую классную штуку, что у нее все будут играть. Вот эту идею нужно избегать всячески, потому что реально без опыта создать супер крутую игру практически нереально. Ну, это невозможно. Есть исключения, но их очень-очень-очень мало. И те люди, которые думают, что вот, допустим, Angry Birds резко появилась там на рынке, ее все узнали, она была создана первой. Или вот SuperZell, компания в 2010 году в конце была создана, в 2012 у них вышел SuperHeader, это, в принципе, крупная первая игра. Это тоже не совсем правда, да. Angry Birds была 52-ой по счету игрой в ролио. Представляете, 52 раза им не очень везло, на 52-ой раз они заработали миллионы. И вот этот вот дядька, Илка-Панан, он является исполнительным директором SuperZell, но с 2004 года он был как бы сотрудником Digital Chop. Это компания, которая распространяла визуальные, мобильные игры. То есть опыта у него на тот момент был уже 8 лет. И через 8 лет он создал компанию, которая создала суперкрутую игру. Так что вот эту мысль нужно вначале прогонять. Что делается на этапе создания концепции? Обычно в одно предложение придумывается, какая будет ваша игра. Ну, например, историческая стратегия в реальном времени с тактичными боями. Дальше описывается более детальный геймплей, то есть основные механики. И в этот документ обычно прикладываются какие-то скриншоты других игр, на которые вы ориентируетесь. То есть вам, скажем, нравится графика в одной игре, механика в другой игре. Можете вырезать скриншот этой игры человечку, поставить сюда, чтобы примерно создать общее представление, как это может выглядеть. Также описываются основные механики игры. То есть, допустим, песочница. Песочница – это открытый мир, где вы можете делать разные-разные вещи. Или обязательно наличие мультиплеера. После чего это все обогащается небольшим анализом рынка. То есть, допустим, пишите, что вот чисто такой игры еще никто не делал, но вот мы взяли одну игру, другую. Там эти механики были успешные. Скорее всего, мы рассчитываем, что вот эта игра будет успешна вот такой аудиторией. Обязательно нужно указывать целевую аудиторию, потому что вы должны делать игру для конкретных людей. Не просто абстракт, а для конкретных людей. То есть, допустим, хардкорные игры, типа стратегии ММО, они зарабатывают за одного пользователя больше, чем всякие матч-3 на телефонах собирать фигурки в реал. Но там меньше людей, но они дольше играют. То есть, вот эта вот специфика, она очень важна. То есть, допустим, если вы создаете хардкорную стратегию, вы можете уже на данном этапе начинать продумывать геймплей на несколько лет вперед, чтобы человек играл вашу игру как можно дольше. И чем дольше играет человек, даже если он не платит, тем больше шанс, что он в итоге заплатит, и вы с него заработаете. После того, как у вас есть в целом видение сформулированного концепции, вы создаете прототип игры. Это же не прототип игры, а прототип какого-то одного игрового цикла, который даст понять вам или будущему издателю, как эта игра будет играться. Стоит ли вообще ее делать или нет. Обычно на данном этапе уже можно понять, стоящая идея или не стоящая. То есть, если вы занимаетесь серьезным бизнесом, то вот на данном этапе можно зарубить кучу своих идей. Вы создали, поиграли в прототип. В прототипе обычно нет никакой красивой графики. Есть какие-то примерные ассеты, возможно, по заимствованному какой-то другой старой игры. Там вместо красивого персонажа у вас мог в квадратик перемещаться, но в целом динамик геймплея будет уже понятно. И если на стадии прототипа вы понимаете, что да, хорошо, можно играть и уверены в своей идее, то возникают два вопроса. Вы сами себя будете издавать или вы будете издаваться у какого-то крупного издателя. Если у вас есть деньги издавать самих себя, то следующую стадию вы как бы пропускаете. Если вам нужен издатель, то вы должны прийти к нему с коммерческим предложением, соответственно. То есть, вы делаете для издателя предложение о создании игры и уже начинаете прорабатывать всякую там стилистику игры, допустим, как... Какого типа будет графика? Вытяжная, реалистичная? Игра будет кровавая или не кровавая? Будут ли выиграть идеи? То есть, если у вас есть командный художник, он уже делает какие-то наброски, и эти материалы, они идут в вашу концепцию и как бы дополняют ее в концепт документов. В итоге издателю вы даете геймпропозл, который включает в себя по сути концепт документ, расчет рисков. То есть, какой шанс, что игра выстрелит, с вашего точки зрения, с приведенным анализом проекта? Какой шанс, что не выстрелит? И главное, всегда нужно указывать план B. Что вы будете делать, если все пойдет не так, как вы сейчас обрисовываете издателю? То есть, какие действия? Он вас покупает, вы обязываетесь работать на него год и делать какие-то сторонние продукты. Или у вас есть сразу вариант, как можно вашу текущую игру переформировать в копию какой-нибудь популярной игры за короткие сроки. Это все нужно указывать так. И создаете профессионаловый стейтмент. Это планируемый отчет о прибылих и убытках. То есть, вы пишите, сколько у вас человек есть в команде. Уже, если нужно кого-то нанять, то это тоже указываете. Указываете опыт команды, сколько лет они там работали, что они сделали. Сколько будет стоить по вашему создание этого проекта. Сколько это займет. Умножаете это все на риски. И получается определенная сумма. Сумма денег и сумма времени. И со всем этим идете к издателю. Издатель обычно берет от трех дней до нескольких недель на оценку того, что вы прислали. На игру в ваш прототип. И дает свое решение. Важно также помнить, что издатели это опытные люди. Команда опытных людей, которые вот уже поиграв в ваши кубики, где еще ничего нет, ни графики, ни звуков. Они могут понять, выстрелит игра или не выстрелит. Стоит вкладывать деньги или не стоит. Поэтому бояться делать какой-то очень бедный прототип не нужно. На прототип нельзя тратить много времени. То есть, если вы делаете прототип больше трех недель, что-то идет не так. Возможно, эту игру даже делать не нужно. То есть, от недели до трех недель это приемлемое время для создания прототипа. И на этом этапе начинается создание геймдизайн документов. Что такое геймдизайн документ? В принципе, это документ по-хорошему. В котором описана вся функциональность игры. Это игра на тумане. Они очень большие. То есть, они обычно где-то от 60 страниц до 350. В зависимости от того, какого калибра вы делаете. И тут вы описываете буквально все. Какая у вас стилистика? Есть ли в игре кровавые сцены? Допустимые уровни жестокости? Будут ли у вас откровенные сцены в игре? На какую аудиторию она рассчитывается с точки зрения рейтингов? С 16 лет можно будет играть в вашу игру или только с 18 лет? Вот полностью все описываете. Описываете спецификации на тот момент, как вы представляете на этом этапе. Как у вас будут работать разные системы в игре и так далее. Если у вас проект дико большой, просто, ну, Assassin's Creed, допустим, вы делаете. Что такое Assassin's Creed вы знаете, нет? Да, Assassin's Creed. Ну, отлично. И у вас работает над проектом не просто одна команда с 12-20 человек, а четыре студии расположены в разных городах, то вот этот документ, он имеет очень сильный вес. Потому что люди, работающие в Лондоне, не в курсе о том, что в Монтреале, в Канаде, теперь придумали, да? Им, когда они перенимают какую-то часть проекта на себя, нужно точно знать, что они будут делать, какие есть стандарты, как это будет выглядеть. Для этого делается дизайн-документ. Также туда включается техдизайн-документ, если опять-таки проект очень крупный. Это описывают, этот документ описывают разные вещи, важные для программиста. Допустим, как будет происходить работа клиент и серверной части. Как работает движок, как он будет себя вести в тех или иных ситуациях. И гайдлайн по созданию графики. Это тоже отдельный раздел. Опять-таки важно, если вы работаете в очень большой компании, и часть графики создается в другой студии. Или вы, допустим, ее покупаете в фрилансе, аутсорсите. Они должны знать, как и что им рисовать, да? Допустим, мы это сделали, и начинается процесс непосредственно создания игры. Второй этап, который называется продажа. Значит, схема всем видна? Ну, начинается все с концепции гейм-дизайн документа, который мы обсудили только что, и прототипирование. В прототипирование входит вообще как бы создание любой функциональности вашей игры. Допустим, вот у вас есть прототип, который вы делали три недели, в игре уже можно что-то делать. Допустим, перемещаться по локациям, разговаривать с какими-то персонажами, и покупать что-то в магазине. Сейчас вам нужно реализовать возможность убивания мозга. Вот это вот гейм-девелопинг называется там фича или функциональность, и вы сейчас ее прототипируете. То есть обычно гейм-дизайнер в данном моменте или дополняет гейм-дизайн документы, или пишет отдельную спецификацию, программисты по этой спецификации что-то делают. Гейм-дизайнер, допустим, играется, смотрит, да, все хорошо, сейчас нужно обогатить. Оформить. Добавить графики, добавить хорошего звукового сопровождения, чтобы опыт игры был очень приятный. Дальше как раз идет оформление функциональности, где добавляется, собственно, графическое сопровождение и звуковое сопровождение. Потом идет проверка качества. То есть не сделали кто-нибудь плохо свою работу. В некоторых компаниях этим занимается целое дело, в маленьких компаниях, там, куда семи человек, обычно этим занимается один человек. Чаще всего это гейм-дизайнер. Потом тестируется все на играбельность всей команды, или если у вас есть какие-то фокус-группы, то игра предоставляется им. Если проект очень крупный, то с ними зачастую может быть подписан акт о неразглашении. Потому что я в этом расскажу чуть позже, почему это делается. И идет выпуск версий. Обычно используются методологии Agile, такие как Scrum, Kanban и другие. Почему это происходит? Потому что гибкая модель разработки позволяет выпускать обновления очень быстро. Спринты. Спринт – это время обычно от двух до четырех недель, которое команда берет на разработку. Вот они за счет своего маленького размера, две недели, позволяют очень быстро выпускать на продакшн, а продакшн – это живой сервер, где играют игроки. Новое обновление. То есть сейчас самой популярной моделью, экономической моделью игр является 3-2-плей, где ты играешь бесплатно, но часть услуг в играх стоит реально денег. Поскольку ты не платишь сразу 60 долларов за приобретение игры, а можешь вообще не платить, то разработчику очень важно, чтобы ты играл как можно заплатить. И соответственно эти игры должны предоставлять пользователям контент. Вот на эти два года, на три года, чтобы в игру можно было играть, играть и играть. Контент должен успевать выходить относительно быстро, потому что если вы будете делать обновление раз в месяц, то часть пользователей быстро съест то, что вы сделали, посмотрят, что ничего нового нету и уйдет. Поэтому используйте вот так же, чтобы вы могли там раз в две недели выкатывать какое-то очередное обновление. И, допустим, базовая версия игры у вас на данном этапе готова. Вы хотите уже проверить, как в нее будут играть пользователи. Хорошим этапом, который многие пропускают, является прикручивание к игре системы аналитики, которые фиксируют все абсолютно действия игрока. Как он зашел в игру, с какого источника зашел, через сколько минут он прошел первую миссию, сколько процентов игроков отвалились после прохождения первой миссии. То есть вот эта вот база знаний у вас должна накапливаться. Чем больше вы знаете, тем проще вам потом принимать правильные решения. Потому что субъективное мнение зачастую является не очень правильным. Вам кажется по собственному опыту, а у вас, допустим, опыт большой, потому что вы делаете игры, что пользователи здесь будут вести себя так, так и так. А в реальности это по-другому. Если вы не общаетесь с ними, не получаете от них обратную связь, или не ведете статистику, узнать зачастую это очень сложно. Потом идет выпускалька версия. Если мы говорим о мобильных играх, то зачастую это называется техлаунж. Альфа версия бывает двух видов, открытая и закрытая. Открытую очень легко, когда кто-то делает, закрытую делают следующим образом. Допустим, у вас какая-то игра, которая находится на ваш личном сайте, она не прикручена в никакой социальной сети, и кто-то в ней уже потенциально зафиксован. Вы работали с прессой, вы о себе там сказали, там сказали. То есть есть люди, которые хотят вообще попробовать. По крайней мере, это какие-то игровые журналисты. Вы создаете посадочную страницу, где просите людей подать заявку на участие в закрытом альфа-тест, тестировании. Грамотно эту заявку стоит обязательно составить таким образом, чтобы человек, который участвует, мог пометить поле, где он работает, то есть работает в игровой индустрии, какой у него опыт, на какой системе он работает. То есть уже здесь надо собрать на нем максимальную статистику. Поскольку обычно число закрытых альфа-тестировщиков ограничено, то лучше выбрать самых-самых опытных и социально активных. То есть вам от этих людей нужно получить максимум пользы. Это фидбэк и, возможно, какой-то анализ и прогноз. Если к игре подключаются заявки, подают опытные журналисты, то им обязательно стоит дать успех. Потому что они как бы в тысячи игр играли, могут сразу сказать, что им не нравится. К этому мнению нужно прислушаться, потому что он существенный. И как бы поменять так, чтобы им нравилось. Не всегда, но зачастую. Если это речь идет о мобильной игре, то здесь делается обычно таким образом. Берется страна типа Таиланда или Тайваня, потому что там очень дешевый график по сравнению с Россией, по сравнению с Канадой и со штатами. Игра выпускается, скажем, на Google Play, помечается как тестовая версия какая-то, закупается трафик до двух тысяч и собирается статистика. Те люди практически никогда не пласят, потому что в Таиланде, в Тайване на данный момент не пласят. Выгодно, все хорошо пиратится. Но они, как тестеры, дают с вашей ранее приключенной системой аналитики очень хороший вам фидбэк. На них вы уже можете посмотреть, что идет хорошо, что стоит исправить. Или, если вы паблишите игру в стиме, то вы можете сделать вообще хитрый способ. Последнее время это очень популярно. Вы продаете доступ к игре за полную стоимость игры. Может вам 5-10% дешевле. Называйте это Early Access Preview. Держите постоянно живой сервер. Там могут играть разные люди, плеваться, говорят, что игра просто ужасная, не готовая. Ну, допустим, получаете уже свои 50 долларов. И, скорее всего, поскольку они заплатили эти 50 долларов, они будут играть, будут оставлять вам статистику, будут давать какие-то комментарии и, возможно, ругаться. Ну, как бы это в порядке вещей. Дальше, вот как только вы выпустили альфа-версию, начинается работа с комьюнити. У вас в игре должна быть опция послать репорт об ошибке и какое-то сообщество, официальная группа, допустим, в одноклассниках или форум просто установленный, где люди могут просто высказать свое мнение, чтобы оно где-то хранилось. После этого, получив все данные по альфа-версии, вы переходите к дополнительной стадии продакшена, улучшаете все это и запускаете бета-версию. Бета-версия, она уже играбельна, конкретно играбельна, то есть там есть практически все, что будет в финальном релизе. Возможно, есть каких-то графических элементов. Вот сейчас Blizzard Entertainment в закрытой бете запустила Heroes of the Storm игру, типа как Dota, только вот своя, собственная. Там уже все есть, они даже снимают красивые ролики, но все скиллы героев вытащены из их предыдущих игр. Они низкого качества, растянутые текстурки, это конкретно видно. Но это неплохо, потому что это как бы бета-версия. Для бета-версии это нормально. То же самое делаете, собираете статистику, получаете сведения и готовитесь к релизу полноценной версии. Тут что стоит сказать, если вы работаете создателем и, допустим, делаете не мобильную игру, а какую-нибудь устанавливаемую на персональном компьютере, издатель берет ваш документ, который вам вначале дали, где рассчитаны риски, оценивает это и выставляет дату релиза игры. Это самая как бы печальная ситуация, потому что вы при неопытности можете неправильно рассчитать риски. И может случиться такая ситуация, что вы выпустите игру, потому что издатель потратил деньги на привлечение пресса, на рекламу, на размещение разных рекламных стрендов в разных местах. И ему сейчас крайне невыгодно не выпускать игру. Вы ее в любом случае выпускайте. И игра выходит сырой. Это губило некоторые компании. В 2004 году была такая студия, тройка games, и они выпустили игру The Mastery Bloodlines. Игра была очень хорошей, потенциал был просто неимоверный. Ничего подобного никто не сделал до этого. Но издатель не сдвигал сроки, они ее выпустили просто в одну неделю вместе с Half-Life 2. Half-Life 2 как бы намного более популярная игра. И, допустим, американцу у кого-то в месяц выделено бюджет 60 долларов на игру, купили Half-Life 2, но не эту игру. Плюс твоя игра была сырой, там выходили всякие патчи, и в итоге студия обанкротилась. Так что, внимание, расчеты рисков, и как бы оценки вообще своих сил нужно всегда уделять просто максимально. Это может как бы помочь вам как залететь, так можно поставить точку на вашу компанию. Значит, происходит релиз полноценной версии. Допустим, все хорошо, и многие, наверное, уже думают, можно стереть пот с лица, вы все сделали, мы молодцы. Но на данном этапе начинается один из наиболее активных этапов девелопмента. Потому что в игру приходят пользователи, проверяется вообще сила вашей инфраструктуры, выдержит здесь сервера огромные нагрузки. Потому что если люди пришли поиграть, а у вас сервера не жат, ну как бы это печально. Особенно если пришел поиграть кто-нибудь из игровой пресса, тут же он напишет в каком-нибудь журнале, это прочитает тысячи людей, мнение как бы упадет, рейтинги на специальных сайтах типа Meta3x у вас тоже начнут падать, что как бы нежелательно. То есть здесь вы группируетесь и концентрируетесь максимально. Что делается в этапе постпродакшен? Вы постоянно измеряете успешность проекта и соотноситесь с начальным планом. То есть когда вы оценивали риски, хорошо было бы оценить вообще ситуацию и разбить ее на три стадии. что вы делаете, если у вас идет все отлично, идеальный вариант развития событий, что вы делаете, если у вас идет но терпимо и как вы поступаете, если у вас идет все плохо. И у каждого этого этапа желательно должны быть какие-то показатели. То есть допустим, вот здесь идут метрики, которые измеряют успешность проекта. Вот третья метрика называется RPU или RPPU. Это средний доход на пользователя и средний доход на платящего пользователя. То есть допустим, в идеале вы считаете, что у вас RPU идет пять рублей на пользователя, в среднем варианте, допустим, у вас три с половиной рубля на пользователя и самый плохой вариант у вас, скажем, полтора рубля. Если вы видите, что игра после запуска показывает 0,9 рублей, это очень плохо. Это вариант хуже вашего самого низкого, который вы считали. Возможно, на данном этапе стоит закрыть его. То есть подержать ее в поддержке, выкатить пару патчей, но не вкладывать больше денег в развитие и как-то уже общаться с создателем. Или резко придумывать, как можно улучшить данную ситуацию. То есть вы постоянно измеряете успешность вашего проекта. Значит, какие основные метрики? Первое – это общее количество пользователей в игре. Как быстро у вас растет база пользователей? Допустим, они вас спустили, первый день у вас 10 тысяч, 20 тысяч, 80 тысяч. Или у вас там 10-12 человек, 20-12 человека. Чем больше, тем лучше. Следующий пункт второй – это метрики DAO, VAL или MAL. На английском – daily active users, weekly active users и monthly active users. То есть дневное, недельное и месячное количество активных пользователей. Что такое активные пользователи? Активные пользователи – это не те, которые просто зарегистрировались, а те, которые зарегистрировались и заходят в игру раз в какой-то период, раз в два дня, раз в три дня. Но вы видите, что у них есть логины. И они в этот день фигурируют в списке активных пользователей. То есть, по большому счету, это ваша опирающая аудитория. Очень важная метрика. Про третью метрику я уже сказал. Она напрямую показывает прибыль с вашего проекта. То есть, если вы видите, скажем, что у вас средний чек 3,5 рубля. В игру играет 115 тысяч человек. И у вас есть в конверсиях плательщиков 2,5%. Вы можете помножить вот эту аудиторию на 2,5%. Помножить на ваш средний чек и посчитать, сколько вы заработаете в месяц. Отсюда уже сделать выводы – это достаточно или недостаточно. Вы можете работать текущим составом команды дальше, но не сокращать бюджет, если у вас, скажем, нет никаких денег в запасе. Четвертый – это процент платящих пользователей. Он обычно невысок. Если у вас 10%, у вас просто неимоверно успешно. В разных жанрах, конечно, по-разному этот процент по стандартам варьируется. Но 2,5%, 3,5%, 4% – это очень хороший показатель. То есть он измеряет, сколько процентов людей из простых игроков, которые зашли посмотреть, что у вас за игра, заплатили и стали плательщиками. В социальных механиках я расскажу, почему очень важно подталкивать игрока к первым платежам. Дальше – это возвращаемость пользователей. Это, по мнению многих экспертов, одна из самых важных статистик. Она наглядно демонстрирует, насколько ваша игра интересна. Сколько из тех людей, которые зарегистрировались, зашли на второй день поиграть. Их она чем-то зацепила или нет. Если у вас показатели очень низкие, то это печально получается, что многие люди оценивают вашу группу с точки. У разных жанров эти показатели разные. Допустим, для игр типа Candy Crush Saga, Матч 3, где-то в голововой перешаж, этот показатель может двигаться в строку 42%. У каких-нибудь очень хардкорных игр типа стратегий он может планироваться в районе 20-15%. И не нужно паниковать. Если вы видите какую-то маленькую цифру, вы обязательно соотнеситесь со стандартной платформой. Если запускаетесь, вам люди, которые работают в платформе, скажут, что это нормально или ненормально. Третий, извиняюсь, шестой показатель – это LT или LTV. Сколько в среднем пользователь проводит в игре и сколько денег успевает за этот период принести. Про это я уже говорил, что сейчас большинство игр делаются по модели free-to-play, и, соответственно, чем дольше у вас пользователь играет в ваш игру, тем это для вас лучше. Зная, как это пью, можно рассчитать, сколько в среднем один пользователь приносит вам как-то все в день. И, соответственно, принять следующее решение. Допустим, в среднем вам один пользователь по всей вашей игре приносит 1,5$. А привлечение одного пользователя через рекламное агентство стоит 1$ за пользователя. Вы понимаете, что при таком раскладе вы реально можете заказывать привлечение новых пользователей, чтобы они вам их тысячами гнали, потому что у вас стоит плюс. Если у вас получается, что вы зарабатываете 1$, средний пользователь при привлечении стоит 1$, ну, это уже не имеет смысла. Нужно искать более дешевого поставщика или что-то менять. И седьмой пункт – Key Factor. Он определяет реабилитеральность игры. Он нужен в основном для игр, который вам лишится в социальных сетях. То есть он измеряет, сколько каждый пользователь может бесплатно привести других пользователей. То есть трафик за пользователя обычно нужно платить. В социальных сетях, если у вас играет реальная, вы можете получить их бесплатно. Поэтому для социальных сетей этот фактор очень важен. Измеряется он по простой формуле. Процент, количество людей, которые приглашает один пользователь, умноженное на процент конверсии. То есть если вы заставили игрока пригласить своего друга в игру, или еще не знаете, что он придет играть в вашу игру. Ну вот. И дальше идет стадия исправления багов и постоянный выпуск обновлений. Или, если у вас игра не очень успешная, то как минимум поддержка. Потому что иногда не имеет смысла выпускать какие-то обновления. Это в итоге обойдется дороже. Теперь, как это происходит в реальных играх. Вот ребята из Грейда Авгеймс, которые выпустили казуальную головоломку, разрабатывали свою игру немножко по-другому. То есть у них некоторые шаги пропущены, где-то есть свои шаги, некоторые поменены местами. То есть отклоняются от классической схемы. Первое. Они сформулировали желание и спланировали новый проект. В их случае они осознанно делали игру популярного жанра, потому что этот жанр приносит много денег. В тот момент они выбрали платформу Одноклассники. Игр данного жанра было не так много, как, допустим, сейчас. Они оценили свои риски и решили, что делаем это. Провели анализ рейнг, о котором я говорил, и начали создавать им дизайн документ, описывающий, как что делается. Поскольку художники у них на аутсорсе, то есть у них сама студия небольшая, и, допустим, пять человек рисуют им в других странах, то для них геймдизайн документ был необходим. Они начали прототипировать свой проект. Поскольку этот жанр очень популярный, он сейчас трендовый, то даже если прототип первый получился плохой, они не останавливались, потому что они знали, что сейчас это золотая жива нужно сделать. Они одновременно начали разработку художественного стиля и тут же рисовали сами материалы, чтобы игру выпустить как можно быстрее. Потом заутсорсили звуковое сопровождение, где тоже помог геймдизайн документ, и начали тестировать игру на играбельность среди своих друзей, коллег и фокус-групп. То есть, по большому счету, это был их закрытый альфа-тест. Они очень мало денег потратили на альфа-тестирование, потому что посчитали, что свой собственный опыт и опыт их друзей, которые, возможно, не так хорошо разбираются в играх, будет достаточной базы для того, чтобы вы примете дальнейшее решение. После чего они запустили игру в софт-ланче. Что такое софт-ланч, я говорил в рамках бета-тестирования, сейчас расскажу про специфику социальных сетей. То есть, на одноклассниках софт-ланч это значит, что вы запускаете реальную игру и в нее уже можно играть. Но она не фигурирует в каталоге, и одноклассники не гонят в нее трафик. То есть, допустим, у вас есть какой-то рекламный бюджет, вы хотите посмотреть, насколько игра себя хорошо показывает, вы можете ее поставить в софт-ланч, и ссылку, которую мы вам даем рекламировать в баннерах стандартных, таргетированной рекламы, выбирать, допустим, вашу всю любую историю, там, женщину 35-45 с плюсом, которые платят в других играх. Им эта игра показывается, они заходят, играют, вы, как бы, уже оцениваете хорошо, все идет или плохо. Многие игры на одноклассниках ставятся в софт-ланч именно потому, чтобы не потерять вот этот вот бесплатный трафик. Мы, когда игра запускается, даем обычно от 30 до 150 бесплатных людей, загоняем вашу игру, да. И тут уже очень важный момент, пиранец вашей игры. Если игра всем нравится, и люди приглашают друзей, то вот эти вот так 30 тысяч могут перерасти в 500 миллионов, если игра очень играет. Поэтому важно перед тем, как у нас запуститься, проверить вообще, хорошо она показывает, хорошо конвертируются люди, или не очень, или стоит еще что-то доработать. На фейсбуке софт-ланч происходит немножко по-другому. Вы выбираете статус игры, что она идет в софт-ланч, и выбираете страны какие-нибудь. Допустим, Индонезия, Бразилия. Выбираете также аудиторию. Ставите галочку, есть ли в игре какой-то взрослый контент или нет. И потом, когда вы видите, что на этих вот не важных для вас на данный момент странах, показатели хорошие, вы запускаете игру уже от этого полноценно, она попадает в каталог и туда привлекаются пользователи. С софт-ланчами есть еще такая интересная штука. Допустим, вы хотите паблишить игру в Китае. Китай – это отдельная тема, там вообще все довольно трудно, но потребительские привычки у китайцев, которые живут на континентальной территории, они точно так лише, как у ребят в Гонконге. Гонконг – это как бы более приемлемо, поэтому зачастую, если разработчик хочет выходить на Китай, на континентальный, он может софт-ланчиться в Гонконге или в Малайзии, там тоже много китайцев, у них похожи потребительские привычки. Если вы хотите выходить на американский рынок, имеет смысл где-нибудь в Австралии или в Канаде, там что-то дешевле стоит трафик, но у людей такие же потребительские привычки. Ну вот, то есть они запустились в софт-ланч, и софт-ланч у них очень нестандартный. Изначально у них не было никакой статистики. Они сделали кнопку «Сообщить об ошибке» и типа написать в сообщество, в группу, какие вы считаете вещи можно улучшить, какие баги видите. Вот они собирают эту статистику и первые две недели тратят на прикручивание своей системы на листы. У них она своя собственная, то есть они самостоятельно пишут и сами собирают определенные данные. На данный момент существует куча бесплатных решений, которые как бы разрабатываются, но им нужно получить огласку, поэтому они готовы бесплатно ставиться в крутые проекты. И те решения обычно, они, ну, намного более сложные и точные, чем то, что вы можете сами написать за одну-две недели. Поэтому, ну, на будущее советую изначально искать подходящие бесплатные решения, которых уже много. За две недели они сделали свою собственную систему аналитики, подкручили и привели еще пять тысяч пользователей, собрали аналитику, баг-репорты и мерили следующие метрики. ЛТВ – это Life Time Value по источнику трафика. То есть они, допустим, видят, что источник трафика веральный или источник трафика какая-то группа в одноклассниках, где они заказали рекламу. Соответственно, если вы заказываете рекламу молодых мамочек, да, на какую-нибудь хардкорную стратегию, они навряд ли в это будут играть, и источник трафика покажет, что там очень плохой алтарк. Если вы где-то на профильной какой-то доске объявлений или комьюнити типа закажете, там трафик будет выше. И тут вы уже решаете, вам работает с этим источником в аренке, то есть как бы откидать беременных мамочек или работать с ними. Ну, дальше они также мерят возвращаемость по источнику трафика. Это сколько процентов возвращается на второй, на седьмой, на тридцатый день. Это стандартные методы. И сколько каждый игрок тратит попыток на прохождение уровня. Они также мерят, покупает ли вам какие-то платные услуги, и сколько в среднем по цене выходит каждый пройтинг. И есть еще такой метод анализа, это воронки. То есть он показывает как бы retention, если так можно сказать, но по конкретному вашему туториалу. Скажем, у вас есть туториал на 8 миссий, и вам очень важно, чтобы по прохождению восьмой миссии, скажем, 80% игроков осталось. Он именно показывает не просто по игре, а по миссиям. Вы видите, допустим, что у вас после первой миссии 70% игроков куда-то уходит. Значит, у вас проблема в первой миссии. Нужно ее проштудировать, проанализировать, найти эту ошибку и исправить. И на следующем этапе трафика уже смотреть, хорошо там все получается или не очень. Потом они через 4 недели сделали официальный релиз проекта и вошли в стадию поддержки. То есть они смотрели, сколько он ему приносит денег. Когда увидели, что проект себя окупает, то есть команда может жить за счет этого проекта и зарабатывать дополнительные деньги, они начали его развивать, привлекать новых пользователей, тратить деньги на рекламу, и сейчас они постепенно растут. Следующая игра. Вот это вот про коров, которые в инопланетян молоком стреляют. Они сформулировали желание, то есть выбрали подходящий жанр. Посмотрели, что на социальных сетях, будь то Facebook или наши Одноклассники, игры такого жанра качественные, не очень много. Они сами имели большой опыт игры в данные игры, знали их разрабатывать, и поэтому они сразу выбрали, что они делают игру под нашу социальную сеть и делают ее такого жанра. Но они не знали, о чем должна быть игра. То есть финальная версия, где корова против пришельцев, она им не сразу пришла в голову. Они думали, может быть сделать как звездные войны в космосе что-то. И они решили вот это проверить. Сейчас мы до этого дойдем. То есть они проработали свою концепцию именно с точки зрения функциональности, механики описали, как будет выглядеть игра, что там пользователи будут делать. быстро сделать за меньше чем за неделю прототип одного играбельного уровня и возможность строить в городе здание. Ну вкратце у них цикл такой. Ты проходишь миссию, где за коров защищаешься от инопланетян, по прохождению миссии ты получаешь ресурсы какие-то, тебя кидают на твою базу. И вот в этой базе ты строишь здание и делаешь апгрейды. То есть апгрейдишь своих коров на той миссии, которые только что пошли. Денег заработали, опять в миссию. И типа вот куча разных уровней. Там тропинки отличаются, типа коров разные, типа инопланетян разные. Вот это вот базовый цикл механики. Они его проработали, все отлично, им понравилось. Начали разрабатывать художественный стиль. Здесь имеется в виду типа мультяшность или реалистичность. Они еще не придумывали саму суть контента. То есть будут это какие-то солдаты с будущего типа звездных войн, мистер Крафт или коровы. И они сделали три версии. И запустили тестировать. Увидели, что у коров значительно лучше показатели. И статистическим способом отбросили космический вариант и начали делать про коровы. Потом у них шел стандартный внутренний продакшн по той схеме, которую я вам показывал. Двухнедельные спринты, раз в две недели они выпускали какое-то обновление. Прикрутили систему аналитики практически сразу. Их продюсер очень хорошо разбирается в аналитике и зачастую дает как бы разные консультации как компании, но то улучшать в своих играх. Поэтому у них это появилось довольно сразу. И шли по классической схеме. Альфа-версия, затем бета-версия, затем релиз. Поскольку игра уже на выборе сеттинга показывала хорошие результаты, то сразу была поддержка и развитие проекта. Теперь интересный кейс с игрой Титана. Ребята сразу хотели заработать деньги. Они простудировали нашу площадку, увидели, что игр подобного типа нет вообще. Они зашли на Фейсбук, посмотрели топ 100 игр, выбрали жанр, который их примерно интересует, выбрали игру и как бы решили ее полностью скопировать по цифрам и механике в самом начале. То есть минимальные лица. Они знают, что игра идет. Игра идет и на русских пользователей, которые играют на Фейсбуке. И если они ее запустят на самых популярных площадках у нас, то она у них тоже пойдет. Соответственно, с минимальными рисками они сразу начали делать эту игру. В начале была проработка сеттинга. Сеттинг у них. Сеттинг – это окружение. То есть по большому счету реальный мир, аудитория, Москва – это сеттинг. Также это мог бы быть 13-й лет, какой-нибудь французский университет. И вы тоже студент, это тоже сеттинг. То есть он определяет, где происходит действие. То есть они выбрали какой-то странный такой немножко микс будущих штатов и России после какой-то ядерной войны. Ну, в общем, довольно уникальная штука. И она этим как бы цепляет. То есть некоторый постапокалиптический такой серьезный трэш. И через 5 месяцев у них была готова альфа-версия. Они ее закрыто протестировали в рамках команды и друзей. Исправили байди, которые нашли. Прикрутили аналитику. И полностью пропустили этапы бета-тестирования. Сразу запустились на одноклассниках. Сразу купили там разные статьи на прессе. То есть пользователи пошли. Вот только с этих реальных пользователей они начали сыграть аналитику. То есть они не рисковали в самом начале, но очень рисковали здесь. Потому что они реально не знали, как эта игра в реальных условиях себя поведет. Они рассчитывали, что это будет опыт аналогичный и поизвученный. Но немножко ошиблись. В целом игра все равно идет хорошо. Дальше они ее улучшают на базе опыта и различной статистики. Теперь перейдем ко второй части. К внешнему продюсированию на одноклассниках. Значит, что такое внешнее продюсирование и зачем оно, собственно, нужно разработчику. То есть у нас есть платформа и, как вы понимаете, она очень напичкана разными аналитиками. То есть мы собираем данные обо всем. Мы можем знать о вашей игре то, что вы не можете узнать изнутри. И, соответственно, если вы обращаетесь к нам за помощью, мы ее можем очень глубоко проанализировать по всем нашим юральным каналам, по тому, как ведут себя пользователи. Какая у вас аудитория, какая у вас демографическая аудитория, из каких стран, какого возраста, какие проценты, кто платит, кто не платит. То есть у нас есть очень большой сколк информации, который мы можем направить в правильную работу. Соответственно, если вы спустили свою игру, и она хорошо идет, но у нее не очень хорошие какие-то веральные показатели, но все чувствуют потенциал, игроки чувствуют, вы чувствуете, мы чувствуем, мы можем вам помочь. То есть мы можем полностью ее проанализировать, от и до пройти, как игрок, который не платит деньги, как игрок, который платит деньги, сравнить вашу игру с другими играми и дать вам список рекомендаций. Если вы эти рекомендации освоите, соответственно, финансовые показатели вашей игры наверняка пойдут вверх. Теперь более конкретно. Значит, продюсирование проходит по четырем основным критериям. Первое – это привлечение пользователей, как вы привлекаете в свою игру, вся фибральная механика и так далее. Второе – это увлечение пользователей, то есть что в вашей игре заставляет их играть, что там интересует, как это можно улучшить. Третье – это удержание пользователей, кто из них возвращается, кто не возвращается и почему. И четвертый – это монетизация. То есть монетизация всегда оценивается не только в рамках ваших конкретных игр, но и в рамках ваших конкурентов. Потому что если у вас одно предложение, а у конкурентов более выгодное, а игры-то по сути очень похожие, то зачастую люди все же имеют аналитический склад ума и при этом более выгодные игры для них. Поэтому все вот эти четыре критерия в итоге присутствуют в громадном отчете, который мы предоставляем разработчику. Заказывая продюсирование у нас, очень важно, разработчик обязуется внедрять наши рекомендации по улучшению своей игры. То есть у меня продюсирование занимает, в зависимости от игры, от недели до двух недель. Конкретно 8-часовой, на 20-часовой работа. И если я вот эти две недели трачу, человек потом берет, ну, спасибо, хорошая рекомендация, я ничего не делаю, нас это не устраивает, потому что я не очень дешевый сотрудник, и нам нужна обязательная гарантия, что разработчик улучшит свою игру, потому что разработчик зарабатывает 90-е игры, и мы зарабатываем. Мы делим игру 50-50. Поэтому нам это обоим выгодно. Значит, также продюсирование доступно не для всех игр. У нас есть критерии выхода из софт-ланча. То есть иногда мы сами ставим игру в мягкий запуск, если мы видим, что, скорее всего, она у нас не выставит. Но разработчик уверен, говорит, нет, 100% выставит, я все изучил, зуб даю. Вот мы ее ставим в принудительный запуск, и выводим ее, когда игра достигает следующих критерий. Процент платящих игроков достигает 1,7%, средний доход на одного игрока достигает 200 рублей, возвращаем из первого дня 15%, седьмого дня 4%, и тридцатого дня 1,3%. И общее количество установок предложений должно быть больше 5000. Вот сейчас мы этот критерий еще используем для того, чтобы понять, будем мы продюсировать эту игру или нет. Потому что заявок реально много, но нам нужно работать с потенциально выгодным партнером, а не просто с каким-нибудь Васей, который сделал игру, она у него ничего не делала, просит потратить 3 недели на то, чтобы нам сказали, что у тебя игра ничего не делает и делает получше. То есть мы работаем эффективно. Значит процесс делится на 3 части. Первая – это полный анализ продукта во время игры в него. Я сажусь, играю от начала до конца, прошу разработчиков перечислить на мой аккаунт большое количество внутриигровой валюты, покупаю вот все, что можно купить, делаю записи, проверяю систему, можно их обмануть или нет. В некоторых играх, допустим, поощрительная система реализована таким способом, что там искренне накручивают деньги. И сами рабочие как-то не удосужились это проверить. Все это детально проверяется, составляется просто список каких-то вещей, что нужно исправить. Затем каждая игра берется в рамках целевой группы. То есть если вы выпускаете 3 ряд головоломку, мы берем вашу игру, где-то две игры чуть более высшую титой, по большему титой, две игры чуть более меньшую титой, и это, допустим, самый крутой титой. И смотрим, как по показателям по всем четырем изначальным критериям ваша игра себя ведет. И вот на этом этапе составляется большой отчет. Максимальный отчет, который я создавал, у меня выше 83 страницы, минимальный 45. Важным этапом данного отчета является последняя глава. Потому что мы понимаем, что очень важна скорость, скорость разработки. Соответственно, идет разбиение на приоритеты. Первое, я выдвигаю как бы те вещи, которые можно сделать дешево, быстро и которые как максимальный эффект. Второе, я выдвигаю как рекомендацию то, что можно сделать не так быстро, но они очень важны, они точно дадут по нашей статистике очень хороший эффект. Третье, это какие-то долгоидущие планы, классные системы, которые помогут выгодно выделить игру на фоне конкурентов. Тоже дадут эффект, но их реализовывают, допустим, в месяц. Это долго. И четвертый список, все остальное. Еще я забыл про одну вещь. Когда мы разбирали процессы, у всех трех игр они отличаются от классического. Основной причиной, почему это происходит, потому что индустрия меняется очень-очень быстро. И если вы видите, скажем, что какая-то игра сейчас очень хорошо ведет себя на рынке, зарабатывает много денег на одноклассе, на ВКонтакте ее нет, то вам нужно сделать это может быстрее, потому что она точно не вам об этом пришла в голову. Уже десятки фирм сидят и делают подобные игры. Если вы выходите ее первой, вы срабатываете куш, вы заработаете деньги. Поэтому многие моменты опускаются. Иногда они составляются деймдизайн документов. Они составляются, когда, допустим, у вас 7 человек, вы и так все смотрите в одном направлении, отлично знаете друг друга, и объяснять тому, как рисовать одного персонажа, как происходит сообщение клиент-сервер, вам не нужно. Ты можешь спросить, как это происходит. Вася подошел и сказал, тогда это опускается, потому что создание деймдизайн документов тоже занимает обычно несколько недель. Иногда даже концепция это опускается, иногда игра сразу выходит в прототипирование, и на базе прототипирования вы проверяете, она играбельная, не играбельная, классная, не классная, и нужно на ходу что-то делать. То есть вот та компания, в которой я работал, у нас процесс происходил следующим образом. Генеральный продюсер садился, анализировал рынок, учитывал наше компетентное создание стратегий, писал план очень абстрактный на две стороны следующей стратегии, и мы начинали его делать. Потом он подходил, допустим, ко мне, где я был гендизайнером, и говорит, я хочу, чтобы игра была в эпоху короля Артура, в Британии, придумать все остальное. Они уже пишут свежо взаимодействие, какую-то тактику. То есть, допустим, мы ориентируемся на стартап, будем делать как там. А я уже пишу, составляю, там две недели большой документ, я его составляю, делаю презентацию с этой компанией, рассказываю, какая будет игра, все, мы смотрим в одном направлении, продолжаем продолжать. То есть, скорость – это, в принципе, наиважнейший, наверное, фактор в создании игры. Особенно, если вы хотите заработать денег и живете на планировании других игр. Поэтому все те компании немножко отходят по классическому академическому подходу к созданию игры по процессу. И после того, значит, когда я создал этот документ, я отсылаю его разработчику, мы с ним созвонимся по Skype, по телефону, лично встречаемся, обсуждаем этот документ вместе и составляем план работы. То есть, он обязуется в определенные дни внедрять определенные функциональности, я это проверяю, и мы совместно замеряем, как игра начинает расти вот с того момента. Очень важно, чтобы он давал отчет в таком формате – дата, что было поставлено. Тогда мы можем ключевые точки в Майлстоуне на графике игры смотреть и как бы отслеживать его рост относительно Майлстоуна. И третья часть, то, как называлась презентация у вас изначально, я расскажу про социальные и психологические приемы в игру. Значит, первое – мотивация игрока приглашать своих друзей в игру. Если вы паблишите в социальной сети, вам важно получить, что можно больше пользователей. Просто так никто приглашать друзей в игру не будет, потому что это лишнее действие. А зачастую многие тебе еще будут писать, что ты меня приглашаешь, я играю в игры. Кто-то к этому агрессивно относится. Нужно человека мотивировать. Мотивировать пытаются прописать и все компании. Но многие компании пытаются это делать так. Пригласи пять друзей, тогда ты получишь приз. Пригласи десять друзей, тогда ты получишь приз. Нельзя отодвигать момент получения приза. Морковка должна быть прямо перед носом. То есть, если ты хочешь, чтобы человек был мотивирован, давай им за каждого друга приз. То есть, пригласил – получил, пригласил – получил. Он видит, что это выгодно. Еще классно, когда ты приглашаешь друга, что ты и он получают приз обновременно. Тогда друг, сразу войдя в игру, получает приз. Он написан, там, Вася, кентал тебе приз. Он прям слушает, да я тоже сейчас начну приглашать. Даже если он не видит подобный экран. Это очень важно. Следующая механика – это награждать игрока за рассылку определенного количества приглашений друзьям на каждодневную основу. То есть, вы делаете какой-то квест, экран, который будет маячить перед игровым каждый раз, когда он заходит в игру, и он просит просто отослать приглашение. То есть, он не дает приз за приведенного игрока, как в предыдущем варианте, а просто отошли приглашение. В итоге, как бы, это brute force, по большому счету. Вы можете одному другу 18 раз ослать приглашение, он или добавит у вас игнор в список, или в конце концов – ладно, все, поиграем, посмотрим, достал. Это очень важный момент. Потому что, если дальше смотреть по показателям, процентуально у вас количество согласившихся падает, но в абсолютных числах оно растет. А вам нужны, в первую очередь, абсолютные числа. Следующее – это заставлять игроков посещать официальное сообщество игры, распространяя бесплатные подарки. Есть обычно группа людей. Группа – это как определенная недвижимость. Если у тебя есть социальные связи в игре, тебе проще играть, потому что вот Вася сегодня играет, и он тебе звонит, и кто-то не зашел в игру. Ну, как-то тяжелее бросит. И есть люди, которые, собственно, не имеют большого количества друзей в социальных сетях, их надо с ними познакомить. То есть, вот он сам, допустим, антисоциальный тип сидит, тыкает, нужно его привести в группу, чтобы он просто хотя бы знал, что там подарки каждый день нас дают. Он будет собирать эти подарки, потом будет читать комментарии, потом ему кто-то что-то напишет, возможно, там не очень приятно, а он в перепалку с ним пойдет, познакомиться, подружиться, другие люди под ключ, у него появятся друзья. И недвижимость, которая не позволит ему быстро покинуть игру. Это очень важный момент. Здесь также классно сделать у пользователя такой социальный эффект подписчиков. Вы, допустим, все смотрите сериал, вы знаете, что в четверг выходит мой любимый сериал, или в воскресенье выходит. То же самое можно делать с группами, если у вас каждый день в неделе разбиты под определенный контакт. Допустим, по четвергам вы даете подарки, и вы игрока приучаете, что каждый четверг хочет, не хочет, что игру надо зайти в подарок. Или в пятницу конкурс, на котором можно выиграть дико-дико большой приз. Тоже по пятницам будете заходить, проверять, что там, вдруг конкурс, который он потянет. Допустим, стихотворение сочинить, а он в школе поэтом великим был. Следующее напоминание игроку о важных вещах. Для вас важных вещах. Это акции, новости, квесты. Каждый раз, когда он заходит в игру. Игроков это раздражает, но это нужно делать. Потому что там важная для вас информация. Обычно в игру заходишь и четыре экрана закрываешь. Не нужно, не нужно, не нужно. А иногда нужно. Особенно, когда вы какие-то акции делаете. То есть каждый игрок должен знать, что сейчас можно что-то выгодно приобрести. Отображать игроку экран магазина или приглашение друзей, когда он больше минут не двигал мышкой. Допустим, в офисе кто-то сидит, его позвали, зашел, приходит, а вы им рекламу показываете. По большому счету. То есть это реклама внутри вашей игры. Вы какую-то свою функциональность. Допустим, приглашать друзей, получать призы за друзья. Или у нас есть помогательный, а сегодня у нас скидка. Или, если у вас на платформе находится больше одной игры, вы можете вот на этих экранах рекламировать свои другие игры. То есть, по большому счету, вы ему не мешаете, потому что он минуту и так ничего не делал. Это не так, что ты там читаешь новости, у тебя баны облегают. Нет. Когда он перестал что-то делать, он увидит классный для вас контент. Возвращать игрока в игру через друзей или призы. Если вы не на социальной сети паблишите, а, скажем, отдельная игра, вот как немецкая Forge of Empires здесь представлена, игрок всегда вводит свой проект. То есть, даже когда вы не ставите ему галочку, там, соглашаюсь принимать письма от разработчика, в определенный этап, когда он, скажем, две недели не захотел в игру, все равно ссылайте ему, типа, эй, король, ты где? Приходи, твои слуги от тебя соскучились. И, типа, он заходит, и он ба-бах, приз, классный. Ну, некоторые игроки, конечно, будут думать, можно играть раз в две недели, но даже играть раз в две недели все равно повышает шанс, что он вернется. Потому что, когда он заходит в игру, у него есть социальные связи, у него есть чат, ему можно тут написать. То есть, всегда существует вариант, что его закрутят, срезонируют с игрой, и он продолжит игру. Или разрешать другим игрокам приводить вас в форму. Допустим, вы не играли два дня, а у вас рядом с портретом появляется подушка, типа, разбудить друга, да? И игрок вам пишет, сам он тоже за это обычно что-то получает, одну условную единицу валюты. В итоге, как бы, все в плюсе, кроме Васи. Но вы в плюсе, и второй игрок в плюсе, активно. Это важно. Подталкивать игрока к совершению первого платежа, это самая-самая, наверное, важная вещь. Почему? Потому что, если игрок совершил первый платеж в игре, он преодолевает барьеры неплательщика, как теряет девственность. Дальше неплательщика намного проще. Особенно, допустим, если у вас сразу там номер телефона привязан, смс можно автоматически отсылать, или кредитная карточка открывается. Вот эта же игра, это «Спарта» от украинского разработчика «Арион». Ну, условно, украинского. У них очень много офисов, там люди из Израиля, из России есть. Они дико классно делают. То есть на Фейсбуке они тебе дают сумасшедший приз, если ты просто вводишь данные с этой кредитной карты. То есть ты ничего не покупаешь, но данные уже введены. И в случае, если будет какая-то акция, тебе стоит нажать на кнопку, у тебя моментально со счета уходит деньги, и все отлично, приносит деньги. Ну, а для разработчика это удобство. Они еще делают второй момент. То есть, если ты хоть раз что-то купил, ты попадаешь в определенную категорию людей, в платежи, и у тебя появляются аквесты на трату денег. То есть им не выгодно, чтобы у тебя было большое количество денег на счету, поэтому, допустим, у тебя идет стандартная серия задач, там построить здание, построить солдата, внес денег, у тебя построить платное здание, купить платный бонус для солдата. И они всегда это добавляют реально, ну, добавочную стоимость очень высокую дают. То есть там тебе призы классные дают, ты апгрейд классный, но это трата денег. И это суперски работает. И если ты один раз купил, а потом две недели, три недели ничего не покупал, у тебя раз в одно время происходит вот такой вот ивент, типа тебе улыбается Фортуна, римская богиня удачи, и ты открываешь рандомно один из трех сундуков. И в этих сундуков тебе засовывают скидки. Причем, ну, по такому принципу. На дешевый пакет маленькая скидка, на пакет за 200 евро там скидка 80%. И очень тяжело устоять. Эта штука, если даже сразу не покупаешь, допустим, ну, зарплата через десять дней, она весит две недели. Через десять недели возможность приобрести что-то в игре. Они очень большие молодцы, очень как бы вперед думают. Второй момент, как бы, давать скидки не зарплату. В конце месяца десятки, пятнадцатые числа, человек заходит, деньги вроде есть, вы знаете, что они есть, да? И вы им скидочкой, а ладно, давай, куплю. Дальше. Супер акция на ограниченное время. То есть, даете очень выгодное соотношение реальных денег с внутриигровой мягкой валютой, ну, на ограниченное время, десять минут на приобретение, допустим, или день на приобретение. В итоге, ты уже поиграл, нельзя в самом-самом начать делать, допустим, через полчаса или через час. Такой, ну да, но вот уже сложно как-то стало. И тут тебе бах, такую штуку, десять минут приобретает. И зачастую человек начинает нервничать, по крайней мере. То есть, нужно принять решение, нету реально спокойствия, вот эти десять минут они тикают, и, ну, можно сорваться и купить. И реально так, ну, как-то делаю, не делаю. Следующее. Вводить по его, с английского платная стена. Места в игре, где нужно чем-то платить. Но, когда вводишь по его, не нужно это делать так, по жанру. Нужно разрешать игрокам платить или своим временем, или реальными деньгами, или друзьями. То есть, допустим, вот вы играете в головоломки, проходите экзот, северный, допустим. Дальше начинается южный. Вот прошли последний уровень на северном, и вам пишут, слушай, будут ботинки из Тарталя, нужно отдохнуть 24 часа. А ты только разогрелся, хочешь еще дальше играть. Ты такой, ну, не хочу я ждать 24 часа. Схожие ощущения после просмотра серии, или фильма, где будет точно следующая серия, тебе континент в самый интересный момент. Ты такой, блин, а вот нету сейчас у тебя возможности посмотреть, потому что еще не вышло. Вот подобную эмоцию вызывают здесь, и разрешают, или позвать друзей, обычно это три друга, чтобы они пришли в игру. Зачастую в эти моменты, как я активно спалил друзьям, поиграя в игру, поиграя в игру, в итоге зачастую могут прийти, не три, а восемь людей, а ты рассылал пятидесяти людей, у тебя главное, чтобы пришло три. Это очень важно. Ну, или заплатить валюту. Если ты богатый человек, привык платить в играх, то вообще не лайдел. Нажал, играешь в дачку. Такой, типа, эффект мамочки. Ты играл, ты проиграл, и как бы не хочется начинать прямо сейчас, и тебе так говорят, слушай, ну вот был бы у тебя этот пусто, реально, дай сходов всего осталось, точно бы выезжал купить. В нужный момент. То есть, ложка дорога к обеду, да, лошадь нужна, когда нужно скатать. Покупай. Вот тебе этот момент, мы предлагаем. Активно и систематически вести официальную группу или игровую сообщество. Этот этап, к сожалению, очень много разработчиков изморирует. То есть, у них бывают классные игры, но общаться в группе не с кем. Контент от разработчика тоже появляется там раз в месяц. Ну, то есть, перекати поле кататься, там нечего делать. Но вот есть некоторые игры, такие как RJ Games, они по три публикации в день, наверное, делают. То есть, их группу всегда интересно читать, смотреть, что там происходит, собирать призы какие-то, смотреть демотиваторы и общаться. Есть еще одна группа, но это больше парадокс. Есть такая игра, инди-код. Коты нравятся практически всем, особенно женщин. Так вот, у них в группе два с чем-то миллиона человек, они разрешили поститься туда контент вообще всем. И разные женщины, мужчины, разных возрастных категорий туда все время котов фигачат. И обсуждают просто. То есть, там бывают такие моменты, вот я когда делал анализы группы, в день было сто одиннадцать публикаций. Из них куча видео, как проходить, типа какой-то уровень в игры, там сорок разных котов, и один или два от официального разработчика. Они вот в этих громадах просто теряются. То есть, видимость контента нулевая. Но, тем не менее, у них это работает, и у них вообще получается, видимо, что люди начинают приходить в группу обсуждать котов, а потом начинают играть в игру. Потому что, ну, представьте, если там два с половиной миллиона человек, и, допустим, в среднем, у каждого друга, у каждого участника группы во пять людей в друзьях, и он что-то лайкает или комментирует в этой группе, какого-то кота, он на ленте, эти пять друзей видит, и так будет 10 миллионов человек ежедневно видит вот эти обсуждения котов, и приходит в игру. То есть, вот о таких вещах тоже можно думать. Дальше. Важный момент. Давать возможность игрокам соревноваться друг с другом. То есть, даже если это игра, где реально фактически помериться силами нельзя, нужно создать эти условия. Там, обогнал кого-то по углу, собрал больше очков в углу, или сделать самый-самый вообще первый социальный элемент, который был изобретен в играх, еще на аркадных автоматах, это типа хайскор. Кто набрал на этом автомате больше всего очков? Но тут есть такой важный момент, который не все осознают. То есть, если вы начинаете играть, и зашли, допустим, в вот этот вот хайскор, посмотрите, и видите, что вы там на 7018 месте, мотивации соревноваться вообще нет. А пойти вот этих вот 7017 человек впереди, это неподъемная усилия. Я не готов тратить столько времени. Но, если вы разбиваете вот этих вот игроков на лиде, скажем, на 10 лиде, там, всего 1000 человек, на 7, на 17 тысяч, наверное, тысячи, да, то уже получается, в вашей бронзовой лиге всего 100 человек, которые впереди вас. А вы, допустим, прошли несколько уровней, проверили свой статус, уже 40 человек впереди, это подъемная усилия. Сразу возбуждается интерес определенный, можно и соревноваться, можно стать первым в лиде. Немцы придумали вообще, я считаю, самый идеальный вариант. Они разбивают, как бы, всех игроков, которые играют в эту игру, на neighborhood, то есть, как бы, на соседей. Выбирают вас примерно по рейтингу, выкидают вас в группу, где есть только 40 человек, которые играют примерно так же, как и другие. И вы легко можете получить первое место среди этих 40 человек. На самом деле, игроков играет миллионы, но вы увидите только 40. Вы можете с ними общаться, взаимодействовать, попадать, и подняться в топе из 40 человек, это вообще несложно. Это, как бы, вызывает интерес, повышает retention и вовлеченность в игру. Следующее. Вводить для лояльных пользователей возможность иметь редкую праздничную недвижимость в игре. Обычно это делается на празднике. Допустим, День Ситуала Летина, Новый Год, День Ситуала, А в данной игре, немецкая Forge of Empires, на экране сейчас отображено дерево для влюбленных. В этой игре можно ходить друг к другу в гости и смотреть, что у него есть. То есть, зашел, увидел дерево, почитал, что он решил получить, должен дождаться Дня Святого Валентина. Видишь, что парень реально много играл, у него как бы есть дерево, и тоже хочется поиграть. И играешь, ставишь себе нет оценки до следующего Дня Святого Валентина. Это очень сильный эффект. А для тех игроков, у кого есть такие объекты, это дополнительный якорь, не позволяющий сварить из игры. Потому что, ну, я играю два года, у меня все деревья, все дома, которые можно купить. Вот я сейчас делаю, это все будут проставить, будут нападать, типа, плохо. Буду лучше играть, хоть 15 минут в день, но буду. И вводить кооперативный геймплей. То есть, это можно сделать очень-очень по-тупому, вот так вот выражалось, но какие-нибудь моменты, которые проходить саму, просто очень тяжело. Ну, или нужно очень много денег платить, или приглашать друзей. И здесь тот же самый механизм, как из группы. То есть, вы приглашаете друзей, для того, чтобы они помогали вам, вместе проходить интереснее, образовываются социальные связи, они становятся якорями, дающими вам уходить из игры, и дополнительно повышающими интерес. Процесс игры. И не давать одному игроку вредить второму пока тот онлайн. Или вознаграждать игрока за активную онлайн. То есть, вот в Clash of Clans ты не можешь напасть на человека, который прямо сейчас на планшете или на телефоне не играет. Некоторые люди, которые не желают платить в эту игру деньги, дошли до того, что они, когда Clash of Clans вышел на андроиде, ставили себе эмуляторы андроида, писали кликеры, которые постоянно кликают на главное здание, чтобы они все время были онлайн, чтобы их не играли. То есть, большой, получается, user-generated content вокруг игры. Это здорово, да? Или вот та же немецкая игра, она вознаграждает тебя за каждые N минут, проведенных в игре. То есть, тебе выгодно, допустим, находиться в игре до 8 часов подряд. Потому что, если ты 8 часов играешь, ты получаешь дико большой приз. И люди сидят и играют. Потому что платить не все хотят, но они тебе платят трафик. Спасибо за внимание.